Ну, я, во-первых, отмечу, что основным законодателем как раз наступает кабинет министров. То есть вот эти оценки, что большинство законопроектов, которые принимает парламент, это депутатские, это не соответствует действительности. То есть, наоборот, к обмену основной законодатель. Ну, а как он не подает закон, то что работает? В рамках пенсионной реформы нужна Украине, не Международному валютному фонду, а Украине. И в рамках пенсионной реформы идет речь об отказе от солидарной системы. Речь идет о том, чтобы выровнять вот эти разрывы и несправедливость в чем? Когда, допустим, люди выходили с одной и той же профессиональной позиции, а вот осовремение пенсии не проводилось. И сейчас кабинет ставит вопрос о том, чтобы это надо делать. И вот, чтобы не было вот этого несправедливого разрыва между теми людьми, которые работали на одной и той же позиции. Это справедливо, трудовой стаж 35 лет. Справедливо или нет? Люди заработают. Вадим, а тут другого выхода нет. Выход всегда есть. Выход? Нет, нет, повышайте экономику, наполняйте бюджет. Если мы будем сейчас как греки, да, маленькая, то есть выходить на пенсию и так далее. В самом же кабине говорят, что на современемание пенсии нужно как минимум 40 миллиардов гривен. У нас есть эти деньги в стране? Так вот, вопрос к институции финансов. Да, да. В каком объеме никак? Еще стариков великанки, за счет того, чтобы все работали на пенсию. Понятно, что если критичные оценки, не все удалось, хочется всегда большего. Но главный результат, я об этом уже сказали, то, что возобновляется, пусть хотя бы медленно, но возобновляется рост экономики. Автоматично это не происходит. Я напомню, 90-е годы 10 лет подряд стагнации и падения экономики. То, что пусть медленно, но мы начинаем из этой ямы выползать, это уже свет в конце туннеля. Теперь, что касается повышения минималки, это самое заметное резонансное решение. Но дальше, я думаю, надо идти не по пути повышения минимальной зарплаты, а по пути увеличения зарплат. То есть надо продолжать реформу заработной платы, чтобы не было огромных разрывов, когда у нас, допустим, тот же консионный суд. На флаганду, там, ввести миллион. Правильно, так вот, когда в отдельной, скажем так, госслужащие огромные зарплаты получают, а кто-то живет на 3000 гривен, вот это ненормально. И по соответствующим коэффициентам зарплаты людей, которые имеют, скажем так, квалификацию, высшее образование, чтобы не было вот одинаковой зарплаты у медсестры и у врача. Вот по этому пути надо двигаться дальше. Владимир, мне интересно, это задачи на годы или это можно успеть... Некоторые задачи, я думаю, что будут решаться и в этом году. Но вот для примера. Ключевая реформа, вот в США, например, и, кстати, в некоторых европейских странах, реформа здравоохранения, ее сейчас упоминали. У Обамы ушло несколько лет, вернее, первый Клинтон пытался сделать, несколько лет ушло и не все получилось. Обама несколько лет тоже на подготовку и проведение реформы здравоохранения. Сейчас Трамп ее пытается отменить. Но зато как подготовил, Трампу не удается пока это все. Ну да, но речь идет о том, что это системные реформы, которые нельзя с кондачка проводить. Вот так, раз-раз слепили и послали в парламент. Я думаю, что здесь должна быть совместная работа кабинета министров и депутатов. И, на мой взгляд, вот этот месяц, который сейчас вроде как пауза получается в работе парламента, я думаю, что надо кабмину создавать рабочие группы вместе с депутатами, членами профильных комитетов по каждому из этих направлений. От пенсионной реформы до медицинской реформы.